Приветствую всех, это канал VitaSalve. Сегодня я бы хотел поговорить о баллончиках для пневматических пистолетов СО2 12-граммовые. Значит, разговорился я с одним из зрителем моего канала о этих баллончиках, и он спросил у меня, что правда ли в баллончиках у Marex добавляют масло именно в баллончик и в газ, да, вот в этот сжатый. И когда используешь его, там, стреляешь, оно даёт смазывающий эффект. Ну, я ему сказал, что да, такое возможно, но потом подумав, что, скорее всего, во всех баллончиках используется добавление какого-то либо масла, чтобы при выстреле был смазывающий эффект. И дело в том, что речь зашла о баллончиках, даже если вы помните, в советские времена были сифоны, специальные баллоны для газированной воды, да, вставлял туда баллон в крышку, наливал воды в баллон, закручивал это, там была ручка, нажимаешь, и газ шёл из баллончика, и, в общем, выливалась уже вода газированная была. Вот, сейчас у некоторых также где-то валяются, могут валяться эти баллоны, сифоны они называются. Они есть в продаже, их всё ещё продают, правда, цены у них такие, довольно-таки, недешёвые они, в общем. И он говорит, что там используется один и тот же газ в баллончиках для пневматических пистолетов и для сифонов, да, для газированной воды, которая употребляется в пищу. И то, что их можно использовать и так, и так. То есть, баллончики от пневматического пистолета можно втыкать в баллончики для сифонов. И когда-то, я помню, я натыкался на эту тему, даже вроде у меня у самого где-то есть сифон-баллон, там не рекомендовали использовать пневматические баллоны СО2 для сифонов. Поясняю, как бы, чем. Баллоны для сифонов предназначены специально употребляемые в пищу. То есть, там сделано так, что можно употреблять в пищу. А всё-таки, для пневматических пистолетов используется что-то, видимо, другое. И может быть то же и самое. Газ может быть один. Но добавления могут быть разные. Одно употребляется в пищу, а другое нет. Может быть, конечно, если вы это делали, или кто-то делал, да, или собираетесь делать, всё-таки нужно простудировать эту тему получше. И узнать об этом, можно ли на самом деле использовать или нет. И сейчас я хотел бы провести вот небольшой тест насчёт добавления масла в баллончики для пневматических пистолетов. У меня вот, кстати, баллончик, он заряжен очень давно. Если кого-то интересует тема, например, сколько может лежать баллончик от Gletcher CLT-1911, вкрученный, да, вот у меня тут несколько шариков, и баллончик вкручен, и лежит он уже у меня очень давно. Но я могу с точностью сказать, что три месяца есть. Три месяца есть я даже не использовал. Вот тут лежал отдельно, конечно, отделённый от самого пистолета. То, что заряженным вот так вот лучше не оставлять. Но вот то, что шарики у меня тут, и баллончик, это да. Есть, конечно, вероятность, что пружина ослабевает. Не рекомендуется так делать, но я вот решил сделать такой тест. Сейчас я шарики, конечно же, высыплю все полностью. Так, ну и вот, в принципе, в баллоне есть газ. Показать я вам как-то по-другому не могу. Так, шариков нету. Здесь тоже нету. Вот. Ну и хочу продемонстрировать то, что убедиться в том, есть ли в СО2, в 12-граммовых баллончиков, которые предназначены именно для пневматических пистолетов, добавление масла. По крайней мере, мы это сможем увидеть хотя бы как-то, да. Есть оно там или нет. То есть маслянистые пятна должны остаться. У меня вот здесь А4 бумажка и салфеточка. Давайте все-таки проверим это. Кстати, воздухом можно стрелять, да, без шариков. Он будет стрелять. Но категорически не подносите к людям, даже если там нету шариков, а простой воздух, не наставляйте и не подносите к людям, там, к открытым участкам тела и прочее. Потому что, возможно, что воздух может оставить, в общем, травмы. По крайней мере, с близкого расстояния. Так что будьте аккуратны и бдительны. Ну вот баллончик у меня уже кончается, походу. Чувствуется. Теперь на салфеточку. Салфеточку, к сожалению, пробило насквозь. Не так близко надо. Нет, салфетку пробивает воздухом. Салфетку пробивает воздухом. Но давайте тогда вот так вот. Ну, я думаю, этого на камеру будет не видно. Возможно, что нужно использовать, конечно, всё-таки новый баллон. И там, возможно, будет чётче видно. Но, скорее всего, доля масла используется очень-очень маленькая. И я сомневаюсь, что это будет видно. Да, не знаю. Вот здесь, вот в этом месте, есть такие точечки чёрненькие. Если вы их видите, вот это как раз и есть капли масла, которые, видимо, из баллончика. Так же, если увидите, что здесь вот тоже есть чёрненькие точки от масла. Ну, ствол всё-таки грязнится со временем. Почему? Поэтому его надо чистить. и масло-то становится тоже как бы другим цветом. Не прозрачным, не каким-то этим. Но всё-таки масло идёт. Ну, и в принципе, есть такая вероятность. Конечно, тут не слишком-то видно это и не слишком очевидно. Но всё-таки не нужно исключать того, что в баллончиках для пневматических пистолетов присутствует всё-таки добавление масла. Может быть, и незначительно, но всё же. Также я бы вот не рекомендовал использовать баллончики от пневматических пистолетов для сифонов, то есть употребления в пищу. И вообще лучше узнать об этом поподробнее. На этом всё, что я хотел сказать. Спасибо за внимание и увидимся. До новых встреч.